Песня Александра Дулова Завален круто дымный чай, Взлетают искры светлым роем. Моя, родная, не скучай, Свистит в костре сырая хвоя. Моя, родная, не скучай, Свистит в костре сырая хвоя. Ты там не знаешь ничего, Винишь, наверное, в измене. А здесь тропою кочевой Усталые бредут олени. Здесь сосны в воздухе висят, Побои скрытые в тумане. И женщин лез на пятьдесят, Лишь ты на карточке в кармане. И женщин лез на пятьдесят, Лишь ты на карточке в кармане. И эта ночь и дымный чай, И кедр с обугленной корою. Моя, родная, не скучай, Свистит в костре сырая хвоя. Моя, родная, не скучай, Свистит в костре сырая хвоя. Вот меня сподобило на эту романтику, на девятнадцать лет я пошел в геологию. Конечно, потому в то время все там выходили по эти походы, костры, байдарки, да. А геология еще, дело в том, что просто вроде можешь поехать, ну черти куда, да, из-за чужих, за счет государства. Это, кстати, вот это вот, на сезон очень многие устраивались, или рабочими, там, там, кем угодно, только бы спалить куда-то, да. И на самолете тебя везут, ну чекотком, Камчатку. Вот я-то работал, первый поля мне были в Казахстане, но это тоже было очень интересно. Казахские степи, там, эти сайгаки скачут, ты, значит, на ГАЗ-66, ты в ковбойской шляпе, на колесе там сидишь, у запасов с ружьем. Вот это вообще, для пацана это было то, что надо тогда. Вот я тогда еще был тогда техником. Вот, и, конечно, кроме песен бардовских, меня к этому делу сподвинули и проза, конечно, Куваева, да, конечно, территории и так далее. А еще меня сподвинуло, даже не путешественного, больше какой-то такой щемящей романтики, рассказы Юрия Казакова. Был такой писатель, он писал такие прозрачные, такие романтики, потрясающие. Кстати, этого писателя знают все, большие писатели, и считают его великим писателем, которым писал рассказы. Вот я хочу сейчас прочитать стихотворение посвящения Юрия Казакова, потому что это он тоже повлиял на меня, на мое отношение к песням, к стихам. Вот Юрий Казакова был большим другом Евгения Евтушенко. А Евтушенко был страстный охотник, поехали там в Бологодские болота, и он очень потащил туда Юрия Казакова как-то. Вот Юрий Казакова об этом стихи, а потом я спою еще песню геологическую книгу. Мы эту тему закроем. Комаров, полысень и размазав, пропадая в топе там и сям, автор нежных дымчатых рассказов шпавил из двустволки по гусям. И грузинским толстым не обочин, речь свою за водкой и чайком, уснащал великим и могучим русским нецензурным языком. В темноте залуцканных хивары он ворчал мрачнее сатаны, «По утрам какие суки бабы, по ночам какие суки бабы, по утрам какие суки мы!» И когда храпел ужасно громок, думал я только про себя, за него, наверное, тайный гномик пишет нежно, пёрышком скребя. Но однажды ночью темный-темный, при собачьем лае и дожде, не скажу, чтоб с радостью огромной, на зады мы вышли по нужде. Свершая там обряд законный, мой товарищ, спрятанный в тени, вдруг сказал мне с дружью незнакомой, «Посмотри-ка, светятся они!» Били прямо в нос навоз и силос, было сыро, гнусно и темно, ничего как будто не светилось, и светиться не было должно. Но внезапно я увидел, словно на минуту, раньше был я слеп, как свежеотёсанные брёвна испускали ровный белый свет. И была в них лунная дремота, запах дали и северных лесных, и ещё особенное что-то выше нас и выше их самих. И товарищ тихо и блаженно выдохнул из мрака благодать, светится так, светится, как Женька, и добавил грустный тёплых мать. Владимир Турецкий Как птицы в непогоду, как птицы в непогоду вертолёты, под дождевой прозрачную слезой качают лопастями, нет работы. Ещё один кончается сезон, И по утрам белый туман, Кончились праздники лета, Дым унесло наших костров, Но песня ещё не допета, И листья под ногами запестрели. Разменною монеты сентября Нам скажут, что мы на год постарели, Но мы живём не по календарям, И по утрам белый туман, Кончились праздники лета, Дым унесло наших костров, Но песня ещё не допета, И пахнущие лиственничным дымом, И первою осеннюю пургой, За улетевшим след гусиным глином, Мы снова возвращаемся домой. И по утрам белый туман, Кончились праздники лета, Дым унесло наших костров, Но песня ещё не допета, Теперь хочу прийти к самому началу, вообще. Я уже говорил, что там, Мой брат стал играть на гитаре, Петь какие-то песенки. Но до этого я услышал, Как-то я зашёл в общежитие к своему старшему брату, И услышал песню, Которая мне почему-то забила в голову, Вот прям как гвоздь металлический. Я потом слышал её о многих городах, И первая фраза пелась там, Где это дело проходило. Есть там в Италии маленький дом, Есть в Болгарии маленький дом, Есть в Хабаровске маленький дом, Где в любом городе есть такой маленький дом, Что стоит на утёсе крутого почему-то. Песня – это вот чисто такое народное творчество. Кстати, когда я был в Америке, На концерт пришёл мой такой очень известный Американский автор Марк Мерман, Который вообще большой знаток поэзии. И он сказал, что, Вы знаете, Лёша, вот эта песня, Она в той момент, И в которой она и самая лучшая. Обязательно понял. Хотя я считаю, что я сейчас и просто побалуюсь. Есть в Италии маленький дом, Что стоит на утёсе крутого. В этом доме в двенадцать часов Слуга негр открывает засов, И за тенью следует сень, И скрипит под ногами ступень. В этом доме играют и пьют, И о чём-то всё тихо поют, Да, рука в жизни одна. Ведёт всех к смерти она, Днём раньше, днём позже умрёшь, Прошедшего вновь не вернёшь, Один раз в жизни живёшь, Что можешь от жизни берёшь, Кто любит, играет и пьёт, Тот выпьет и снова нальёт. Из-за пары распущенных кост, Или козы, я не знаю про реках, Что пленили своей красотой, С ворванцем подрался матрос, Под стрекаемой шумной долбой, И сплелись от два тела дрожат, И сверкнули два острых ножа, И упал с яркой пеной укут, Окровавленный, грохнулся труп, Дорога в жизни одна, Ведёт всех к смерти она, Днём раньше, днём позже умрёшь, Прошедшего вновь не вернёшь, Один раз в жизни живёшь, Что можешь от жизни берёшь, Кто любит, играет и пьёт, Тот выпьет и снова нальёт. И вот тогда приподнялся матрос, Чтоб убийцу глаза увидать, Он... Кого в нём, думаете, узнал? А? Брата, да? Нет. Он в нём папу родного узнал, Не пришлось чему раньше узнать, А когда как карающий рок Простучал полицейский обход, А барбанец был бледен, как мел, И шатаясь над трупом, Забил и все хурун, Дорога в жизни одна, Видела всех к смерти она, Жизнь одна, Так днём раньше, днём позже умрёшь, Прошенчего вновь не вернёшь, Один раз в жизни живёшь, Что можешь от жизни берёшь, Кто любит, играет и пьёт, Тот выпьет и снова нальёт. Исполнение жизни посвящается Моим другу из Хабанска Муге Шабачеву, Который сидит здесь, на заднем. Так вот, из всех утренних песен, Это, конечно, было за гранью. Когда мой брат стал бить мне песню, Вот я две песни, одну вспомню. Как выяснилось потом, Это была песня Набелла Матвеева. Конечно, вариант, Когда он привёз там Сладоги, Он был, конечно, прикроен, Была другая мелодия, Но практически. И слова тоже. Но в конце концов, Я постарался подправить слова, И всё-таки она стала похожа На песню Набелла Матвеевой. Сейчас я пробуюсь петь. Пробуюсь петь сейчас. Называется «Трубы». Дождь, дождь вечерний, Сквозь водосточные трубы, Ржавые трубы, Зелёные плесень домов. Ах, эти трубы, Сделали трубочкой губы, Чтобы парохожим Вы был ты тайной домов. Трубы, вы трубы, Я вашим тайным не рада. Ржавые трубы, Простите вы тайны трубить. Я вас не знаю, Мне ваших секретов не надо, Зная секреты, Трудно мечтать и любить. Я вас не знаю, мне ваших секретов не надо Зная секреты, трудно мечтать и любить Верю, ах, верю, тому, что за этой дверью И в том окошке измена, обида, обман Верю, ах, верю, но почему-то не верю И улыбаюсь каменным этим домом Верю в надежде, даже как будто напрасной Даже напрасной, совсем невозможной мечте Вижу я город, вижу я город прекрасно В белом тумане, в черном осеннем дожде Трубы, трубы, бедные вы еще стары Вся ваша плесень, лишь первый пушок над губой Вы еще стары, а мы уже юными стали Хоть и узнали самую старую боль Добрый день, добрый день, добрый вечеринок Сквозь все достаточный туман Все-таки какой прекрасный поэт Дорова Матвеева, вообще потрясающе просто Просто какой-то Когда вот вышла пластинка, помню Ее было слушать очень сложно Потому что она как исполнитель была Пела, но вот с трудом Я не слушал, честно говоря И только сейчас, когда кто-то стал петь ее песни Другие люди, там, глухие, еще кто-то Я сразу стал слушаться Так, ну вот, вот Еще на песню, знаете, еще Ну, на Веломатвеева я спою Вот, больно на мне Тоже это вот, в 63 годы мы, когда там Школьниками учили на природу Там, что там, там, печка, да, там еще такие песни Чтобы были все в город, да Развеселые цыганы По Молдавии гуляли И в одном селе богатом Ворона коня украли А еще они украли Молодую молдаванку Посадили на поляку Воспитали, как цыган Давайте, пойдем, пойдем Навсегда она пропала По тенью загара У нее в руках гитара Гитара, гитара А позабыла все, что было И не видит в том потери Ох, вернись, вернись, вернись Но оглянись, по крайней мере В речке пусы ноги В пыльной бубе набила звонка И однажды из берлоги Утащила медвежонка Обсадила на поляку Воспитала, как цыгана Научила бить поклушки Красть игрушки из кармана А с той парень про маму, папу Забыла медвежонок Прижимает к сердцу лапу И просит деньжонок Держит шляпу вниз стульею Так живут одной семьею Хорошие соседи Люди кони и медвежи По дороге позабыли Кто украл, кто украден И одна пополна пыль На коне и конокраде А никому из них не страшен Никакой ни дух, ни хворост В ночах поют пляжи Да в костры бросают хворост А цыганом, добрым людям Прохожим порожить Все, что было, все, что будет Расскажет, как может Что же синей бегалянкой было Что же синей цыганкой будет Все, что было, позабыла Все, что будет, позабудет Скрипит поселок дачный Обшивкой корабельной На соснах, как на мачтах Огни святого Эльма И если хочешь к звездам Нам будет по пути И тебе еще не поздно На палубу зайти Тебе еще не поздно На палубу зайти Мой скарп к земле привязан Мои в щенилах пальцы Но ты узнаешь сразу Межзвездного скитальца К чему скитаться розно Обнимемся в пути И тебе еще не поздно На палубу зайти Тебе еще не поздно На палубу зайти Ну ладно, но не плачь ты Ведь нам нельзя отдельно На соснах, как на мачтах Огни святого Эльма Затрем друг другу слезы Незримые почти И тебе еще не поздно На палубу зайти Тебе еще не поздно На палубу зайти Это была песня Льва Трускина А вот Вот из тех песен Тех лет еще Надо вспомнить Олег Круппо Олег Круппо же Он вообще был Отчасти даже Ленинградец Потому что он учился Ленинграде Очень дружил с Кутиным Была компания Потом он уехал в Минск А потом вы знаете Что случилось Он погиб Вот Ну Хочется Его сейчас Стали мало петь Его Тут нужна Художественная свиста Тоже Попробуй Парф проронить Ну Спокойно На запад ночь А мы навстречу Себе все ближе И самолет Себе на плечи Пространство ниже Гремут Гремут турбины И разрывают Морозный воздух Морозный воздух Морозный воздух Гремут турбины Ваши И все ближе Себе на плечи 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 А на земле Все это просто А ты все в небе Я скоро встану А ты растаешь Подобно птице Ты улетаешь Ты улетаешь Отправительница Курнится А какой думаете Какой был Боржутл самолета? Москва Куда летел Костоякск Киргулск Четыре часа Новосибирск Костоякск в Костоянске, чуть дольше в Новосибирске он летел в Новосибирске одно время жил у него мама рода из Новосибирска мы сегодня летели в Новосибирске 4 часа 5 минут а вы сегодня летели что ли? этот человек вот из Камарского я бы к тебе на концерт я бы к тебе на концерт написал то вот я пошутил а ну он пошутил ну ладно, иди дальше хорошо еще эта песня Арика, которую я очень приголюбил давай решимся без пари признать, что жизнь не так уж зла давай не будем говорить про послезавтрашний разлад давай считать если не веришь, то это в общем просто так просто ушла на один день из этой жизни пустота просто ушла на один день из этой жизни пустота ну как всегда из разных бед придет какой-то вариант то нужно мне то нужно мне, а то тебе то в арку, то в самаркан то просто ночь перелеснет страницу губ страницу плеч то мысли утро принесет что, мол, крайне стоит свеч то мысли утро то мысли утро принесет что, мол, крайне стоит свеч может, не начнете жалеть мешок печали и утрат договоримся не жалеть о том, что к нам придет с утра давай злых слов не говорят тебя ветра не спасать давай сегодня, как в морях по ветру ставить паруса давай сегодня, как в морях по ветру ставить паруса даешь им все без боли признать что жизнь не такой слаб а, ну, вот я вот, да расчет тут написано если получится со свистом по эту песню я не всегда себе пишу всякие языки но получилось конечно, для меня был всегда песни Кляшкину для меня всегда были очень высоко может, потому что я первый видел на сцене на концерт на Бардовске а там был Кляшкин там еще, правда, был Сачковский был там Кенкин и Сеянов никого не живых вот, я, конечно влюбился в его песни потому что, вообще, они были не похожи эти песни, иначе другие там с этими, с полнамеками такими поэтическими с такими гармониями ну, какими то все-таки не очень простыми даже по этой песне, которая она про мой город кстати, я так рад, что я опять тут буду жить вот, в любимом городе своем я прямо, я тут так вот слушай, какой красивый город наш вообще, просто он такой чистый стал, он такой замечательный, просто вообще просто сказка это песня об Удзенем городе этот город он на вид углю краски севера полутана сейчас, дочка сейчас, дочка сейчас, дочка сейчас, дочка этот город он на вид углю краски севера полутана этот город он тяжел аду реки в камнем запели нам а сейчас дождями перемы пряча лужицы своей тени розовеет на небе грани и дома стоят совсем одни птичьевом будет летний сад разминаются мосты и кряхтя силуэты облили фасад в эту ночь я у него в гостях сад 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 надо пойти на курсы можно вообще выступать да? нет еще нельзя еще носки не выпадают но ничего хотелось петь еще одну песню про Ленинград я бы разобалом все ругают его а между прочим он когда был он написал замечательные песни ну вот можно вспомнить его самую первую песню знаете кого он написал вообще? самую первую она тоже связана с нашим городом конечно дождь на ледневой туман львы намочили грибы только бортовый кран нам выкружают сливы мне мне не нужна Москва мне не не нужна Одесса видеть бы мне дома в белых ночи завесел дождь намочил асфальт дождь прыгает по крышам на театральный альп мы из окошек слышим дождь на моей руке дождь на листве зеленой нож капли на щеке дождь вкус соленый мне так мне не нужна Москва мне мне не нужна Одесса Видеть бы мне дома, Их ночей зависеть. И даже Макнам приезжал в клуб и едя, думал, что вдруг вдруг появляется наш герой в белом халате и взял себя абсолютно очень достойно, демократично, он вообще нормальный. Попал в среду медаль, не ту ли, и поехал. В то же время, конечно, очень талантское. Вот на стихи Светлана Соложенко. Ещё остры цветут в нашем саду. Реловые белые, я подойду, посмотрю. Я трону бабочку, а звенелую уже топится печь. По-зинему уже хочется лечь ветру синому, как усталому лосью. Осень, осень. Лежит ветер, усталый лось, дождик бризнет. Это вот третий кублет, конечно, петь. Я пел второй кублет или нет? Это, знаете, когда забываешь кублет, это хорошо. Пахнет яблоками. Вот. Я чувствую, там был самый красивый. Яблоки там, да. Это, вы знаете, это уже начинается уже. А когда с толку бляд, начинаешь петь уже, а я вроде уже пел. Вот это хуже. Но ещё, когда одну строчку повторяешь пять раз, это совсем нет. Это уже до пи-приехал уже. Пахнет яблоками в доме у нас, кот мурлыча. Осень, осень, ты в саду началась. Это очень привычно осень. Осень, ляжет ветер, усталый лось, дождик бризнет. Ничего, ничего не сбылось, кроме жизни, кроме жизни, Ничего, ничего не сбылось, кроме жизни, кроме жизни, Ничего, ничего не сбылось. А вот эти ошибки, они не потому, что там деменция, нет. Это было и в лимовости много раз. Допустим, я как-то очень боялся петь песню «Прощание с новогодней ёлкой». Она такая серьёзная песня. И вот я учил, учил, и всё, думаю, здесь такой интонации, здесь об этом, здесь об этом. И спел, конечно, там, и утончённые, как соловьи, да. А я спел, и утончённые, как фонари. Я думаю, что такое, какие фонари, да. Вот. А потом, помню, в спорах, о чём эта песня, мы как-то спорили, как-то, спорили один в праздничных человек. А чего вы сейчас спорите? Там понятно о чём. И у косы плоск, мужик вышел, и пошёл его брасывать на улицу, и всё. Вот об этом и песня. По-моему, на самом деле так. Вот. А ещё был случай, знаете, такая была песня у Никитина, на стихе Пастернакова, на стихе Браташвили, в переводе «Синий цвет». Я тоже её учил, думаю, надо сегодня спеть в «Востоке» был концерт, думаю, сейчас я как-то там. А там такое место. И от плачущих родных на похоронах моих там. Он прекрасен, беспрекрас. Вот. Но я спел и от пляшущих родных на похоронах твоих спел. Главное, я спел, думаю, ну и сейчас буду кидаться. И никто не заметил. Удивительное состояние. Думаю. Я подумал, когда шубаришь, надо делать морду чайникам и так продолжу. Да. Ну, да. Это было сильно, да. По поводу пляшущих родных. Так, ну я теперь, я ничего не спел и не забрал. Давайте я спою сейчас две песни, связанные эпизом с одним путешествием. Это был у него 82-й год. Он тогда, после болезни, его друг Вениамин Смехов решил вот так. Ну, взбодрить. И они поехали на машине в Крым. Вот так. По прекрасному Чурлёнису, Иногда по Сраухову, Учались мы с одной знакомою. На машине Жигули Заезжали в Левитана мы, В сентябре его пожухлые, Направлялись мы к Воложину, Заправлялись как могли. По республике Цветаева, Через область Забалского, С нами шла высоковольная, Ах, Ружавская струна, Поднимались даже в горны, Покидая землю плоскую, Между пиком Барда Пушкина И решили пастерна. Некто Волюган, Некто Волюган Гамадеевич Стал нам внутрь из-за облака, Друг наш Николай Васильевич Улыбался сквозь туман, Слава Богу, мы оставили Тоб Сафроновской эпоху, Тоб заезжей до Алматовского, И пустыню нам водяну, Между Грином и Воложем, На последнем переходе мы Возвели шатёр Брезентовый, Осветив его костром, И собрали всех сторонников Кисти, рифмы и мелодии, И приставьте, тесно не было, Нам за крошечным столом И собрали всех сторонников Кисти, рифмы и мелодии, И приставьте, тесно не было, Нам надружеским столом. Аплодисменты Одинокий деталист В полидорожном ресторанке Черный свечка и Борис Между звёздами в окне Он играет и поёт Слёта в чёрный рай Море чёрное за ним Препрежет в луне Наш милейший полевой На дороге нелюдимой И страдав без сигарет Сделал этот поворот Ах, удача, Боже мой, Услыхает старыми родимой Человеческую речь Изложенье Нежных нот Ресторан полупустой Две танцующие бары Два тружинника сидят Обеспечивая мир Одинокий гитарист С добрым кендалем на пар Поднимает к небесам Этот маленький трактир И витает, как демон Блестянская идея Что когда-то повезёт Если вдруг не повезло Он играет и поёт Всё надеясь и надеясь Что когда-нибудь добро Победит в борьбе со злом Ах, как трудно будет нам Если мы ему верим С этим веком наши дома Бессердечен и нечист Но спасаем нас ночи От позорного безверья Голобачил двой Одинокий гитарист Песня Еще одна песня из Борода Он ее очень часто пел Но она еще очень близка Очень-очень интересная Песня Давайте сюда коня Бутылки сюда баранки Везите, друзья, меня В деревню мою на влянки Везите, друзья, меня В деревню мою на влянки На влянках умы крепки На влянках дымы Да санки Да в валенках старики Да слова само на влянки Да в валенках старики Да слова само на влянки Там кот сидит у окна Ищурится на проселок Там волчий висит луна Над шлемами серых елок Там волчья висит за луна, Над шлемами серых ёлок. Там подлости никакой, Там жизнь готовь до боленья. А если уж бьют-то рукой, А вовсе не заявлением. А если уж бьют-то рукой, А вовсе не заявлением. Пока серебры снега, Под чёрным лучом лунище, Дорога нам дорога, В родимые пепелища. Дорога нам дорога, В родимые пепелища. Но зачем же меня в Москву, Где вечный покой обещан? Подальше от нар суда, Подальше от чёрных женщин. Подальше от нар суда, Подальше от чёрных женщин. За что же мне опять в Москву-то, А? В ущелье её гулянки, Мне чутица на юг. Деревня моя на влянке, Мне чутица на юг. Деревня моя на влянке. Мы почти спустились, Сейчас пою песню, которую я первую услышал Барбовскую. Это было в Тренерском лагере, Я понятия не имел, что это песня Барбовская. Уж потом я знал, что песня Висборг. Она называется Шхельта. Но самое интересное, Я уже рассказывал на концерте, что лет десять назад в Америке я выступал в городе Сакраменто. И там мы после концерта пошли отдохнуть в ресторан. Там играли чёрные или по-нашему негрые. Играли джаз. И вдруг я услышал хоть мелодию похожих. Причём минорный квадрат. У них же в Моржапе, а тут минорный. Я подумал, что они похожи на Шхельта. Я подослал моего друга, который знал английский язык. Я, кстати, до сих пор не знаю язык английский вообще. Когда меня спрашивают в Америке, ты спекинешь? А я отвечаю, если мы требуем. И все очень радуются американцам вообще. Если мы требуем. Я отстаю для меня сразу. Так вот он спрашивает, вот что за песня мы пели? Это американская? Они говорят, не, не, вот эта песня откуда-то из Европы сказали. И мы возгордились. Что вот, представьте... Я спел его. Да? Шхельта. Я, конечно, стал его петь уже немножко в таком... Разосовкой, потому что я уже не мог. Кончилось лето жаркое, Шхельта белым бела. Осень дождя не шаркая, Гости ко мне пришла. Снова туманы вижу я, Свесили с гор крутых. Осень, девчонка, Режая, Ясная словно ты. Что ты так смотришь пристально? Долгом я не пойму, Мыть не с мной, Мне словно зимние пристани. Мая с одному Тихие зори Праздновать, Молча грустить во тьме. Во тьму. Наши дороги... Нет, вы говорите во тьме. Молча встречать рассвет. Наши дороги разные, И перекрестков нет. Ты ведь такая умница, Вытряс лица связу, Голый снегами пудрится, Вот и сидим внизу. Снова дожди тоскливые, А наверху метет. Песни как версты длинные, Парень один поет. Снова туманы вижу я, Свесили с гор крутых. Осень, девчонка, Режая, Ясная словно ты. Ну, тут вижу одно рыжие. За мной. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну давайте будем Споем песню в последнем Улашал чего-нибудь. То, что... Поете... А, вот давайте я такую споем песню. А и стихи Богу прочитать еще. Давайте вот такие стихи. Все глуше музыка души, Все звонче музыка атаки, Но ты об этом не спеши, Не обмануться бы во мраке, Что звонче музыка атаки, Что глуше музыка души. Чем громче музыка атак, Тем слаще мед огней домашних. Это было только так в моих скитаниях, Вчерашних. Чем слаще мед огней домашних, Тем громче музыка атак. Из глубины ушедших лет Еще вернее, чем когда-то, Чем громче музыка побед, Тем горше каждая утрата, Еще вернее, чем когда-то Из глубины ушедших лет. И это все у нас в крови, Хоть этому не обучали. Чем чище музыка любви, Тем громче музыка печали, Чем громче музыка печали, Тем выше музыка любви. Стать богатим иной норовит, Золото копит, ночами не спит. Не все то золото, Не все то золото, Хоть и сверкает, и даже звенит. Не все то золото, Не все то золото, Хоть и сверкает, и даже звенит. Можно театр по золотой покрыть, Можно коврами весь пол устелить, Но вдохновение для представления, Хоть и возможно за деньги купить. Но вдохновение для представления, Хоть и возможно за деньги купить, Можно построить из вымысла дом, Можно устроить празднество в нем. Но не построится и не устроится, Счастье твое на несчастье чужом. Чистое сердце в дорогу готовь, Древняя мудрость годится и вновь. Не покупается, не покупается, Доброе имя, талант и любовь. Не покупается, не покупается, Доброе имя, талант и любовь. Доброе имя.